Здравствуйте, дорогие мои ребята, а также их родители, и бабушки, и дедушки! Мы продолжаем сегодня путешествие по стране удивительных русских сказок. И сказка, которую я вам прочитаю сегодня, называется «Сестрица Алёнушка да братец Иванушка». Итак, слушайте. Жили-были старик да старуха. У них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки. Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. Захотелось Иванушке попить. «Сестрица Алёнушка, я пить хочу», — говорит он сестрица. «Подожди, братец, дойдём до колодца». Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, жар припекает, пот выступает. А стоит коровье копытце полно водице. Иванушка говорит, — сестрица, очень пить хочется, напьюсь я из коровьего копытца. «Не пей, братец, телёночком станешь», — говорит ему сестрица. Шли они, шли, дорога далеко, колодец очень далеко, жар припекает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца полно водице. Сестрица, напьюсь я из лошадиного копытца. Иванушка, не пей, а то же ребёночком станешь. Уж больно пить хочется, Иванушки. Шли они, шли, солнце высоко, колодец далеко, ой, жар припекает, ой, пот выступает. Стоит козье копытце полно водице. Сестрица, напьюсь я из этого копытца. Не пей, Иванушка, козлёночком станешь. Не послушался Иванушка сестрице. Уж больно ему пить, водиться-то захотелось. Напился он из этого копытца. А, Алёнушка зовёт братца, А за ней беленький козлёночек бежит. Села тут Алёнушка под стажок, Да горько-горько заплакала. А козлёночек веселится, Да по полю скачет. В те поры скакал мимо купец. Увидел он Алёнушку и спрашивает, «О чём же ты, девица красная, плачешь?» Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей говорит, «Поди за меня замуж, Я тебя наряжу в злато-серебро, А козлёночек с нами жить встанет». Алёнушка подумала-подумала, Да согласилась и пошла замуж за купца. Стали они жить-поживать, И козлёночек с ними живёт, Ест, пьёт с Алёнушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, Приходит ведьма. Встала под Алёнушки на оконце И так ласково начала звать её купаться на реку. Привела ведьма Алёнушку на реку, Кинулась на неё, Привязала Алёнушке на шею камень И бросила её в воду. А сама обратилась в Алёнушку, Нарядилась в её платье И пришла в её хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся и тот не распознал. Одному козлёночку всё было ведомо. Повесил он голову, Не ест, не пьёт. Утром и вечером ходит по бережку Около воды и зовёт. Алёнушка, сестрица моя, Выплынь, выплынь на бережок. Узнала об этом ведьма И стала просить мужа, Зарежь, козлёночка. Купцу жалко было козлёночка, Привык он к нему. А ведьма так и пристаёт, Так и упрашивает. Делать нечего, Купец согласился. Но зарежь его, Велела ведьма разложить костры, Высокие греть котлы чугунные, Точить ножи булатные. Козлёночек проведал, Что ему недолго жить-то осталось, И говорит названному отцу, Перед смертью пусти меня На речку сходить, В водицы испить, Кишочки прополоскать. Ну, сходи, Сказал ему купец. Побежал козлёночек на реку, Стал на бережку, И жало-обнеохонько так закричал. Аленушка, сестрица моя, Выплынь, выплынь на бережок, Костры горят высокие, Котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, Хотят меня зарезать. А Аленушка ему из речки отвечает, Ах, братец мой, Иванушка, Тяжёл камень на дно тянет, Шёлкова трава ноги спутала, Жёлтые пески на грудь легли. А ведьма ищет козлёночка, Не может найти, И посылает слугу. Пойди, найди козлёночка И приведи его ко мне. Пошёл слуга на реку и видит. По бережку бегает козлёночек И жалобно зовёт. Аленушка, сестрица моя, Выплынь, выплынь на бережок, Костры горят высокие, Котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, Хотят меня зарезать. А из реки ему голос-то отвечает. Ах, братец мой, Иванушка, Тяжёл камень на дно тянет, Шёлкова трава ноги спутала, Жёлтые пески на грудь легли. Слуга побежал домой И рассказал купцу про то, Что видел и что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, Закинули сети шёлковые, И вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, Окунули её в ключевую водицу, Одели в нарядное платье. Аленушка ожила И стала краше прежнего. А козлёночек от радости Три раза перекинулся через голову И обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту И пустили в чистое поле. То-то же, ребятки. А о чём эта сказка? Напишите мне в комментариях. А сейчас до свидания И до новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok